Всем привет! С вами снова Биёте Бабушка и очередная распаковка корейской косметики. Давайте посмотрим, что же интересненького бабанька заказала для себя на этот раз. Я заказываю всю свою корейскую косметику на ebay, потому что не люблю подделки, люблю подлинную корейскую косметику. И эта огромная посылка долетела, добежала, доскакала до меня через службу доставки Фидекс всего за три дня, за что службе доставки снова огромное спасибо. Ну, давайте скорее все это раскрывать, давайте смотреть, что в этом заказе, чего здесь только нет, какой только самой замечательной косметики, и я уже вместе с вами в предвкушении, что же здесь на этот раз за вкусняшки есть. И вот он, сегодняшний улов, снова невероятное количество очень интересной косметики, новой и моих повторилок, любимок, давайте скорее все это рассматривать. И вот он, сегодняшний улов, давайте скорее избавлять все это от хлопушек. Но сегодня у нас будет с вами немножечко другая система, я не буду сразу все распаковывать и раскладывать на столе, потому что становится неинтересно и скучно 30 минут смотреть на одни и те же баночки, поэтому я буду доставать средства по одному и вместе с вами волноваться, что же я там вытащила. И давайте начнем вот с такой замечательной вещи. Это снова снадобья корейские. Я не называю их бадами, потому что это самое настоящее снадобье. И на этот раз я решила себя побаловать премиальным витамином С. Это снова корейский бренд, люксовый LG. Я очень люблю их снадобья. Давайте посмотрим, что здесь. Так, вот такая красота. Как интересно, первый раз такая упаковка, чтобы все это было в фольге. Да, обычно у них вот так вот все упаковано, да, мы с вами привыкли. А здесь что-то совсем новенькое. Так, давайте открывать это все. Здесь одним витамином С не обошлись. Здесь есть травки. Здесь есть другие антиоксиданты, очень полезные. И я буду полностью рассказывать об этом средстве в своем видео, которое я сейчас как раз делаю, над которым работаю. Это видео о корейских снадобьях, которые я использую. Вот такая вот здесь форма витамина С. Очень грамотно упакована, одноразовые таблетки. И здесь есть абсолютно вся информация. 5 килокалорий в одной таблетке содержится. И вот так вот их будем с вами принимать. Давайте пробовать, как тут все интересно. На вид белая таблетка с какими-то вкраплениями оранжеватыми. На вкус очень кисленькая. Прямо кисленькая-кисленькая, без какой-либо сладчинки. Ну, вкусно. Приятно. Взбадривающие такие таблеточки. Очень интересно. Никогда такого витамина С не пила. Ну, вот будем пробовать. Значит, вот такой у нас есть с вами витамин С. И это прежде всего антиоксидант. Это средство для улучшения иммунитета. Это также очень богатый и хороший ингредиент для возрастной кожи. Так, давайте смотреть, что у нас есть еще. Еще у нас здесь в этой огромной пачке есть замечательный бальзам для волос. Снова находка с потрясающего сайта, который я недавно обнаружила. С тысячами корейских средств. И это средство, которое призвано убитые волосы восстановить из руин. Будто волосы окрашенные, убитые солнцем. Чем бы их не убивали. Но это средство, которое их восстанавливает. Здесь бальзам. И здесь упаковка. Дорожное средство и обычное. Очень много шума это средство наделала в Корее. Так, что здесь? Огромное. Просто огромная бутылка, банка, тюбик. И вот такой маленький дружочек. Это средство по составу своему мало отличается от каких-то богатых антивозрастных сывороток. Чего здесь только нет. И давайте смотреть. Смотреть. Ну, давайте с большого начнем. Дело пойдет. Снимем серебринку, выбросим ее в бездну. Так, давайте смотреть, что тут за бальзам. Обещают, что он в эмульсию превращается. Они сейчас все корейские средства во что-то превращаются. Любят вот корейцы. Магию. Какой чудесный аромат. Аромат, аромат потрясающий. Сладковатые цветы. Это такая нежнятина для уходового средства. Это просто нереальный аромат. И оно наносится на вымытые волосы, смывается через несколько минут. И регенерирует, восстанавливает заново. Склеивает чешуйки. Вот эти вот, которые встопорщились от чего бы то ни было. И очень-очень в корейских бьюти-сферах средство стало быстро известным. Также это средство рекомендуют для пушистых волос, которые любят электризоваться. Знаете, такое гнездо. Мягкое, красивое на голове. Так оно не всем нравится. И поэтому вот такое средство тоже можно использовать. Так, давайте все это двигать. Потому что здесь еще гора косметики. Дальше. Дальше. Я не прекращаю своих изысканий на тему заживления розация. И это ампула с цинтеллой азиатской. От очень хорошего, сильного косметического бренда. Матовый, какой красивый бутылек. Правда, не стеклянный, но что. И здесь богатейший состав, кроме цинтелла азиатской. Здесь очень много антиоксидантов и антивозрастных ингредиентов. Это одна из сывороток, которая подойдет для возрастной проблемной кожи. А не только для проблемной, такой привычной. Так, сейчас я должна только очистить кожу от предыдущего сводча. Смотрите, какие у меня красивые люксовые салфетки для этого. Они невероятные, просто невероятные. Это люксовый бренд Флорасис. И какая огромная такая вот салфетка. Я вам сейчас покажу. Самое интересное, это что вот так вот снимается макияж, санскрины, абсолютно все, что угодно. И кожа после нее, после такой салфетки очищающей, выглядит так, как будто на нее уже нанесли уход. Вот так они выглядят. Здесь очень много таких красивых салфеток. И я выложу и на них ссылку в инфобоксе под видео. Все ссылки на все средства вы всегда найдете у меня в инфобоксе под видео. Обязательно заглядывайте. И кто любит бренд Флорасис, в самое ближайшее время я вас удивлю новинкой от этого бренда. Притом уходовой. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Так, здесь нежнятина. Нежная корейская нежнятина. Как мне нравятся их текстуры. Средство бархатистое, нежное, с абсолютно волшебным легким ароматом, практически незаметным, невесомым. И оно сразу активно увлажняет кожу. И это средство для очень многих девушек будет хорошим подспорьем именно летом. Солнечные ожоги. Вообще на солнце кожа нуждается в заживлении намного больше, чем в холодное время года. Ицентелла Азиатская это один из ингредиентов, который кожу заживляет, восстанавливает буквально из руин. И если начинаются какие-то высыпания, поехали отдохнуть, криво съели, криво выпили, криво поспали, криво умыли с не той водой, которой капризная кожа привыкла. Такие ампулы летом это огромное дело. Так, что у нас дальше? Ой, Салфок, это отличный бренд, который выпустил мой любимый крем. Выпускает, собственно говоря, это крем, который превращается на коже в капли воды. Просто мокрая становится рука и наносишь крем, обычный крем, суфле такой, и вдруг он весь превращается в воду, в капельки воды. Что-то они выпустили новое. Давайте смотреть, что это крем для сухой кожи, но при том сухой кожи, которая любит быть еще и чувствительной и проблемной. И проблемы в данном случае решили решить, решили решить с помощью растительных экстрактов. В составе огромное количество травок, замечательных. Центелла Азиатская, здесь есть Камелия, Артемиса, отлично, отлично. Это у нас такой крем, увлажняющий для самой сухой кожи. Какая красивая бомбочка. Так, давай, крем. Сейчас он почавкает. Ой, какая прелесть. Фисташковый цвет, мой любимый цвет, мой любимый размер. И это просто какая-то нежность. Все, он тает на коже. Он просто на ней тает. Я нанесла его огромное количество. Здесь на лицо нужно, наверное, раз в пять меньше. Он очень легко распределяется, и кожа сразу же становится нежной. Мягкой-мягкой. Я вот просто вижу его на сухой коже. Ой, какая прелесть. Ну вот, для моей ребенки, ей, правда, уже 28 лет, она уже совсем как бы и не ребенка. Но вот у нее очень сухая кожа, и я для нее заказываю уже убойные, скажем так, старушачьи средства. Но вот мне кажется почему-то, что этот крем ее проблемы вот эти будет решать. Какая нежность. Аромат легкий. Какой-то очередной аромат из детства. Совершенно невозможно идентифицировать. Ну, трудно сказать, что это. Какие-то, может быть, травки сладковатые. Какие-то забытые вкусы детства. Вот очень интересные у них ароматы. Кожа, конечно, сразу красивая, увлажненная, мягкая. Замечательно, замечательно для сухокожиков. И ведь не жирница, не липкая. Да, то есть можем, можем. У меня нормальная кожа. Смотрите, никакой жирности, никакого блеска. Вот так. Для того, чтобы сухую кожу пользоваться, совершенно необязательно покупать что-то жирное. Достаточно купить что-то корейское. Ой, ой, вот это средство я очень ждала. Айоп. Это бренд, который редко, но метко что-то выпускает. Это хороший мидл-маркет. Ну, очень многие почему-то продавцы на бывших СНГ-просторах пытаются доказать своим клиентам, что это люкс. Но это не люкс. Исак Нокс любят, Миша. Вот этот Айоп любят называть люксом. Нет, это не люкс. Но это очень достойный мидл-маркет. Сыворотка с кофеином, которую я заказала сразу же, как только она вышла. Почему? Моя кожа обожает средства с кофеином. Даже какие-то копеечные тканевые маски с кофе на моей коже отлично работают. Но я сама этот напиток, скажем так, царский очень люблю. Сыворотка с кофеином волшебница. Она умеет не только взбадривать возрастную кожу, она еще и ее очень интенсивно омолаживает. Тончайшая сыворотка, интересно, такого кофейного цвета. И это какая-то нега, какая текстура. Это же можно вот сделать такую текстуру. Вы посмотрите, легко входит в крем для жирной кожи. Ей абсолютно все равно, во что входить. И это средство, конечно, невесомое. Для жарких стран это все будет впитываться в момент. И что мне нравится, здесь кофеин в начале состава. То есть его здесь много. Плюс здесь есть, очень важно, здесь есть пептид. И здесь есть еще экстракт какао. Тоже взбадривающее, омолаживающее действие. Ну, пептид это борьба с морщинами. И это общая омолаживающая сыворотка для кожи, которая решила, что все, она возрастная, она дряблая. Останьте все, она будет сидеть спокойно на месте и стариться покорно. И вот такой коже надо сказать нет, нет, нет. И наносить на нее сыворотку с кофеином, потому что она шикарно работает. Дальше. Об ампуле. А сегодня у нас из этой линии умывашка. И я обожаю однолинейность. А меди пил тот бренд, который дает возможность собирать любые линейки для любой кожи цельными. Вот эта линия с пептидами, это для самой возрастной кожи. Это убойная линия. И в ней умывашка, которая заточена на очищение возрастной кожи. А оно не такое, как очищение кожи молодой и подростковой. Такие умывашки содержат огромное количество антивозрастных ингредиентов, в том числе комплексы пептидов. И когда мы наносим их на лицо, я очень советую хотя бы минуту, две, а еще лучше три-четыре подержать вот эту взбинную в ладонях пену на коже. Дать ей подействовать. Но и без этого танца с бубнами, и без этой установки тотемов такие пенки работают просто великолепно. Они не уничтожают защитный слой кожи, который с возрастом и так, знаете ли, не ах. Без слез не взглянешь. И в однолинейном, скажем так, использовании, конечно, великолепно заказать всю линию. Или, или заказать, например, ампулу и умывашку. Или крем для кожи вокруг глаз и умывашку. А остальное уход собирать из какой-то другой линии. Дальше. Моя прелесть. Хера. Матовый лак для губ. И это просто сказка. Как же я люблю корейский люкс. Корейскую декоративную люксовую косметику. Так. Ой. И как же я люблю нюдс. Да, матовые помады это всегда, скажем так, экзамен по состоянию кожи губ. И возрастная кожа губ часто бывает уже не очень. Но одновременно это средства, которые помогают возрастной коже губ даже с матовым покрытием выглядеть идеально. Так. Два оттенка. И давайте смотреть. После того, как вы попробуете вот эти средства от Хера, вот этот лак матовый, я вам гарантирую, вы не захотите никаких больше худа бьюти. Вы не захотите вот этого всего ванильно-кофейного безобразия. Потому что, ну вот это, конечно, это просто новое слово. Это новое поколение декоративной косметики. Нежное покрытие. Для того, чтобы губы стали красивыми матовыми, никаких слоев не нужно. Что самое главное. Матовые помады старят девушек возрастных. Ну, я думаю, это аксиома, с которой никто не будет спорить. Легкий блеск всегда придает свежести и молодости. Но старит в основном не сама помада, а четкий контур, который к матовым помадам часто делают. Вот это средство можно делать с эффектом зацелованных губ. Нам производитель рекомендует вот эти контуры, да, четкие, растушевать. Это средство тушуется вот так вот пальцем великолепно. Посмотрите, какие переходы. И вот эти зацелованные губы, они молодят необыкновенно. Кроме того, в составе очень много уходовых ингредиентов. Я прям даже заикаюсь от восторга. Это второй оттенок, уже менее нюдовый, да, но не менее красивый. И эти средства для возрастной кожи, это просто роскошь. Посмотрите, какая сказка, какая красотища. Ой, и дизайн. Ну, такое вытащить где-нибудь в общественном месте и губы поправить макияж губ-то, это роскошь. Неимоверно. Мои самые теплые рекомендации. И они настолько хорошие, уходовые и мягкие, что обычно подматываю помаду. На возрастные губы я наношу бальзам. Здесь этого не нужно. Ой, какой оттенок волшебный. Я уверена, что моя камера все равно все оттенки исказит, но это что-то потрясающее. Вау. И легкий-легкий металлический отблеск есть. Практически незаметный. Ну, вот он немножечко есть. И еще одно средство, которое я вам покажу сегодня. Здесь народ без обид. Здесь настолько еще много косметики. Если я буду делать видео по часу, вы просто устанете их смотреть, будете выключать, да. А в конце будет вдруг что-нибудь самое вкусное. Поэтому давайте я просто видео буду разбивать, чтобы вы не теряли интереса. Видео у меня выходит часто, три раза в неделю. Поэтому заскучать и напрячься вы не успеете. Не успеете забыть, что было в предыдущем. Это мыльца. Как же я люблю корейские мыльца. Ну, вот люблю корейские матовые лаки для губ. Люблю корейские бады. Я люблю все корейское, да. И у меня муж даже иногда говорит, слушай, говорит, наверное, ты меня когда-нибудь сменишь на корейца при твоей любви к корейскому. Но нет, нет, нет. Мужчины мне нравятся наши, славянские. И это мыло для умывания кожи лица, прежде всего. Конечно, можно использовать это все и для тела. Но восточные девушки, кореянки, японки, тайландки, тайки, да, они очень уважают очищение кожи мылом. В Советском Союзе, да, наверное, все помнят, что ну ты что, вот ты неухоженная баба, ты мылом хозяйственным умываешься. На самом деле, вот это отношение к мылу, это очень плохо для относящегося. Потому что азиатские мыльца намного нежнее, эффективнее и приятнее, зачастую, чем их же умывалки. Притом мыло вот такое косметическое может дать фору люксовой умывалке легко. И в этом средстве работает такой сложно выговариваемый ингредиент, как астаксантин. И это очень мощный антиоксидант. Также здесь есть, конечно, цинтелла азиатская и другие растительные экстракты. И это мыльца. Давайте посмотрим, какое оно. Прекрасно упаковано, очень свежее, мягкое мыло. Реально мягкое. Аромат абсолютно бесподобный. Немножко мятки, немножко трав, чуть-чуть сладчинки, цитрусовых. Аромат, немножечко шиповника еще, да, шиповничка, барбарисок. Ну, вот такой вот цвет освежающий и такое же мыльце. И это мыльце антипигментационное. Кроме того, что оно выводит пигментацию, способствует ее удалению. Но эта мыльца еще и выравнивает общий тон кожи, делая ее словно сияющей изнутри. Я очень люблю корейские мыльцы для умывания. И я заказала сразу набор из двух штук. Это очень удобно и выгодно в складчину с подружкой, например, заказывать или для подарка. Потому что вот эта мыльца, это очень-очень-очень-очень надолго, если использовать только для умывания лица. Берем в руки, взбиваем легкую пену. Тугой пены из него не будет. Ведь в нем нет таких вот сильных ингредиентов, которые очень вспенивают какое-то средство. И эта мыльца прослужит во много раз дольше, чем любая пенка. За счет того, что в мыльце не надо добавлять всевозможных консервантов, мыльца и более дружелюбная для кожи. Ой, какой аромат грейпфрукт с горчинкой. Полная гамма каких-то фруктово-цветочных чувств. Обалдеть! Прямо сразу в ванную и использовать. Ну и вторую часть распаковки. Вот там вот огромное осталось количество всяких средств. Мы с вами увидим, точнее я-то увижу сразу, вы увидите немножечко позже в следующем видео. Обязательно подписывайтесь к бабушке на канал. Порадуйте старушку своим вниманием, а старушка вас порадует качественной корейской косметикой. Вот такая сегодня у нас с вами часть распаковки. Вот такая сегодня получилась распаковка. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо за ваше время и до следующего раза! Всем пока!